Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Прошу уделить несколько минут вашего времени, чтобы снова оценить ситуацию, фундаментально сложившуюся в рамках прошлой торговой сессии, чтобы понять, что нового у нас есть сейчас и чем мы можем руководствоваться для того, чтобы торговать дальше, занимая те или иные позиции. Каждый раз, когда утром открываю терминалы, прежде всего смотрю на нефть и хочется мне всегда увидеть как раз активную азиатскую сессию, указывающую на то, что многие трейдеры распродают этот актив, тащат его и закрепляют ниже 50 долларов за баррель, потому что хочу начать брифинг все-таки констатированием тех моментов и того факта, что потенциал медвежий наконец-таки начал себя реализовывать и мы видим коррекционную динамику по нефти. Но, к сожалению, действительность иная. Сегодня мы снова начинаем брифинг не с самого лучшего настроения, потому что первый актив, который традиционно предваряет наш обзор, Brent, снова растет. Но уверен, что среди вас есть и те, кто помимо фундамента анализирует еще и прочие факторы и, может быть, даже нашли причины для роста. Соответственно, заняли длинные сделки и получили прибыль. Я очень надеюсь на это. Но вот для тех, кто верит в фундаментальный потенциал коррекции этого актива, снова приходится терпеть просадки, поскольку Brent колол вчерашнего дня 50.88. Сейчас пусть и чуть нюже, но все равно мы видим то, что амбиции, опять же, Brent, чтобы закрепиться выше, они присутствуют. 50.77 – это актуальные котировки. Возвращаясь к вчерашней торговой сессии. Причины фундаментального характера для того, чтобы поддержать позиции Brent. Мы ориентировались на традиционный отчет по запасам нефти США. Эта статистика вышла. Собственно, так же, как и по оценке API. Мы из сезонных, исходя даже сезонных ожиданий, допускали то, что запасы основы снизились. По факту, именно так оно и произошло. По данным Минэнерго, минус 4,1 миллиона баррелей в емкости американской экономики за прошлые 5 дней. Возможно, Быков поддержала еще и статистика по объемам добычи нефти. Согласно также отчету Администрации аналитической информации Соединенных Штатов Америки, выработка энергоресурсов в рамках американской экономики за прошлую неделю сократилась на несколько десятков тысяч баррелей. И текущая планка сейчас находится уже на уровне 8,6. Но все равно, если мы вспомним те прогнозы, которые закладывались в основу ожиданий добычи нефти, текущие цифры явно не вяжутся с этими ожиданиями, поскольку в начале 2016 года планировалось то, что за первые два квартала 2016 года производство в рамках американской экономики снизится до 8,5 миллионов баррелей в сутки. Сейчас фактическая цифра гораздо выше. Я думаю, что планы, они могут еще серьезно измениться, потому что мы все-таки видим на экранах наших мониторов то, что Brent находится выше 50 долларов за баррель. Мы смотрим за статистикой от Беккер Хаджес и понимаем то, что каждая неделя может быть чрезвычайно интересна тем фактом, что количество платформ увеличилось. И каждый раз, когда мы получаем уже свидетельство того, что наше предположение в этом плане оправдывается, мы знаем то, что рост количества терминалов может в ближайшее время нагрузить предложение и изменить даже ожидания по добыче в рамках американской экономики, то есть сменить спад на потенциальный рост. И этой идеей я, собственно, и предлагаю руководствоваться и дальше. Запасы нефти. Стали ли именно они причиной того ралли, которое мы наблюдали вчера? Это тоже большой вопрос, учитывая то, что статистика регулярная, еженедельная. Пусть и шестую неделю подряд мы увидели снижение, но все равно мы говорим о летнем периоде, когда традиционно классически в июне, в июле, в августе мы обычно констатируем снижение, поскольку повышается спрос на топливо. Но других причин фундаментального роста, более серьезных, стоящих, к сожалению, на рынке сейчас нет. Но может быть, кто-то из вас, если и нашел, буду рад, если вы поделитесь. Я думаю, что вряд ли. Значит, мы возвращаемся к прежнему фундаменту, который связан с фактом выхода Англии из состава Европейского Союза. Не забываем о том, что не просто так это событие спровоцировало серьезное ослабление и WTI, и Brent на, скажем, заключительной торговой сессии прошлой недели. И мы понимаем то, что сейчас в любой момент стоит только на рынке объявиться какому-нибудь дополнительному негативу по поводу этой ситуации, как тут же медведи снова возьмут лидерство в быков и потащивают Brent снова ниже 50 долларов за баррель. Главная тема сейчас, которая обсуждается по Брекзиту, это инициирование и принятие 50-й статьи Лиссабонского договора. Чисто теоретически, до тех пор, пока Англия не начнет руководствоваться ей и, соответственно, не приступит к реализации положений, она и является еще членом Европейского Союза. И как только эта статья будет применена, вот по факту можно будет говорить о том, что Англия самостоятельное государство. Пока Англия с этим не торопится. Но в любом случае это вопрос самого ближайшего времени, потому что если референдум указал на то, что большинство за выходы из состава Европейского Союза нужно, значит, действовать и дальше. Применять необходимое положение и, соответственно, соблюдать все, скажем, элементы вот этой устоявшейся процедуры. Правда, прецедента еще у нас не было. Англия выступила первой ласточкой. И как только эта 50-я статья будет применена, возможно, это случится на следующей неделе. Может быть, даже на выходных тогда нас ожидает открытие с серьезным гэпом. Волатильность на рынках серьезно возрастет. И мы увидим второй раунд повышенной динамики, которая может быть сопоставима, опять же, с тем, что мы видели, ну, не в том формате, конечно же, не в таком затяжном ключе, как это было в пятницу, но все-таки ход активов на несколько фигур, я думаю, что мы еще сможем наблюдать на своих экранах. В любом случае, ситуация с Брекзитом. Сейчас для медведей это хороший фундамент, за который можно зацепиться, поскольку мы понимаем то, что безболезненно для мировой экономики такое событие пройти не может. Если мы говорим о последствиях, то это спад экономического роста. Вот сейчас переключимся на отдельные валютные активы и поговорим как раз по темпам ВВП регионов Еврозоны, Англии. Там исключительно слабые ожидания, которые можно транслировать на всю мировую экономику. Это чревато спадом промышленного производства, о чем мы с вами говорили, снижением спроса на сырье, что выступает, возможно, серьезным долгосрочным фактором давления на них. Где бренд остановится на текущий момент, все зависит от рыночных настроений. Как только трейдеры осознают необходимость все-таки сделать большую ставку на защитные активы, поскольку ситуация все-таки остается накаленной, значит рисковые инструменты окажутся в счастливого садика. Это может произойти в конце этой недели, на следующей неделе, может быть чуть позже. Но то, что бренду придется еще на основу пойти на обновление своих локальных минимумов, и уж точно минимумы, которые были показаны на прошлой неделе, это вероятность этого больше 80%. Поэтому среднедолгосрочно придерживаемся коррекционного посыла и медвежьих взглядов. И рассчитываем на то, что бренд в ближайшее время закрепится ниже 50 долларов за баррель. Российская валюта 63,92. Здесь даже за прочий фундамент цепляться не нужно. Единственный фактор укрепления рубля это восстановление котировок нефти. И, соответственно, если и сегодня бренд умудрится сохранить вот этот повышательный настрой, закрепится выше 51, тогда рубль сможет двинуть против американца и до отметки 63,50. Но каждая копейка сейчас с текущих уровней уже дается российскому валютному активу очень тяжело, потому что есть еще прессинг со стороны позиций и по-прежнему сохраненной вероятности вмешательства в ситуацию со стороны Национального центрального банка. Резкого укрепления революции курса не будет. А вот что касается девальвации, то она как раз в качестве вероятного сценария присутствует. И мы ждем снова возвращения пары выше 65. Европейская валюта против доллара. Вчерашняя торговая сессия в целом не блистала экономическими событиями. Если говорить про фундамент, вчера вышел отчет по индексу потребительских цен по Германии, который традиционно предваряет такую же статистику по еврозоне. Годовой и месячный отчет. Годовая статистика. Мы увидели рост индикатора CPI с отметки 0,1% до 0,3%. А вот в месячном выражении зеркальная статистика спад с 0,3% до 0,1%. Какому отчету уделять больше внимания решать вам. Но я все равно уверяю вас, что потребительская активность оставляет желать лучшего. И мы знаем то, что тренд, он в целом по Германии и в рамках данного индикатора, он указывает на то, что спад продолжается. Сегодня, кстати, у нас в 12.00 отчет по индексу потребительских цен еврозоны. Вот эта статистика очень интересная, поскольку мы посмотрим, с каким потребительским настроем экономика еврозона подошла к Брекзиту. И какую бы цифру мы сегодня не увидели, мы должны понимать то, что постфактум уже состоявшегося выхода Англии из состава ЕС, спустя месяц-два, квартал, у нас будет статистика по инфляции в рамках еврозоны еще более удручающей, что в целом будет подстегивать нас продолжать спекуляции до засочного характера на то, что евро остается аутсайдером. Вчера состоялся, прошел второй день саммита европейских стран, лидеров ЕС, где обсуждался, разумеется, главный, определяющий и приоритетнейший вопрос на текущий момент. Это разработка всевозможных мер, инструментов, стимулов для того, чтобы сгладить последствия распада Европейского Союза и не допущение распространения вот этого всеобщего хаоса и паники на глобальный рынок. Никаких конкретных осуждений мы, собственно, не услышали. В любом случае, даже если бы они были, я уверяю вас, вы бы смогли понять то, что что-то произошло еще раньше брифингов, которые проходят у нас, потому что первыми на все реагируют, разумеется, активы. Единственное, что можно отметить, что даже несмотря на обещания, собственно, Германии, хотя я думаю, что не все во власти ведущего локомотива валютного блока, то, что за Англией больше не последуют другие регионы, и ЕС сможет сохранить свое единство в составе уже за исключением Англии, мы понимаем то, что за Англией могут последовать другие регионы, в частности, Шотландия вчера сообщила о том, что, может быть, в ближайшее время они также начнут подготовку к референдуму, который будет предполагать выход из состава ЕС. То ли еще будет. В любом случае, у нас очень интересный период с точки зрения новостных событий. Мы увидели факт прецедента выхода Англии из состава ЕС, и мы понимаем, что дальше, может быть, динамика будет еще более выраженной. И самое важное то, что нам будет за что цепляться и на чем спекулировать. Из других валютных пар, в частности, если далеко не отходить от евро, мы придерживались с вами возможности использовать косочный потенциал роста. И, в частности, локальный хай, который был зафиксирован по паре евро-доллару вчера 1.11.30. Сейчас идет коррекция, в частности, последней котировки 1.10.92. Я считаю то, что нам сейчас нужно быть крайне осмотрительными к сохранению длинных позиций. И если уж быть совсем, скажем, не ходить вокруг-то, а около, я полагаю то, что 100 пунктов – это хороший, скажем, профит, который мы получили. Я думаю, что нам было бы не лишним сейчас зафиксировать тот результат, который был достигнут. И уже рассмотреть возможность для того, чтобы занять короткую сделку, потому что неопределенность сейчас нарастает. И мы понимаем то, что инициирование 50-й статьи – это вопрос в прямом смысле ближайших часов. Первая реакция, скорее всего, с большей долей вероятности – это явно не спрос на рисковый инструмент. Это больше уход в защиту. Поэтому рисковым инструментом в связи с этим придется оказаться под серьезным давлением. Имейте это в виду. Если хотите попытать удачу и добраться по паре евро-доллара до отметки 1.1150, может быть, чуть выше, предупреждаю вас, что такой настрой может быть очреват очень, скажем, непредвиденной динамикой, которая очень быстро, собственно, съест ваш плавающий профит. Далее идем. Фунт против американца. Сейчас 1.3395. Вчера мы видели, как фунт претендовал на уверенное закрепление выше отметки 1.35, но, к сожалению, не смог удержаться там. Свалился больше, чем на 100 пунктов. И, в частности, опять же, коррекционную динамику мы наблюдаем уже сегодня на азиатской сессии. А вчера фунт закрыл на общем интересе к рисковым инструментам на очень хорошем и довольно высоком уровне. Сегодня я полагаю то, что трейдеры уже активно цепляются за те обсуждения, которые присутствовали на рынке и обсуждения, которые связаны с тем, что текущая фундаментальная картина может заставить Банк Англии пойти на дополнительные меры экономической поддержки, стимул через снижение процентной ставки. Предполагается то, что ставка может съехать на 0.5%, то есть снизиться до нуля. Безусловно, противника сразу появилось очень много подобного подхода. Главный аргумент то, что сейчас снижение ставки может разогнать индекс потребительских цен даже выше целевого значения, которое значит на отметке 2%. На что Банк Англии отметил, что они допускают рост инфляции не только до 2%, но даже до 3% к середине 2017 года, но не видят в этом серьезного риска. И не собирается реагировать, опять же, на подобный исход через, к примеру, ужесточение монетарной политики, потому что на текущий момент не нужно обращать внимание на краткосрочные риски, а больше нужно делать ставку на, скажем, то противостояние, которое удается сейчас осуществлять против долгосрочной угрозы. Долгосрочная угроза – это, конечно же, серьезный экономический спад, который многие расценивают как самым затяжным, может быть, за всю новейшую историю Англии. К примеру, если до Брекзита по темпам экономического роста ВВП допускалось, что английская экономика прибавит в 2017 году 2,5-2,7%, то сейчас уже по консенсус-прогнозу выход из состава ЕС чревато серьезным, скажем, спадом и потребительской активности, и промышленного сектора, о чем мы с вами говорили, и возможным потерям ВВП, снижением этого индикатора до 0,5%, то есть больше 2%. И это только предварительная оценка. Вы представляете, что произойдет, если промышленности национальной английской не удастся быстро адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса? Тогда спад будет еще более существенным. И кто знает, может быть, мы сможем наблюдать даже рецессию. Если допустить то, что фунт снижается сегодня довольно активно, я думаю, что, опять же, подобные ожидания, они могут бросить тень на подобную динамику, либо, лучше сказать, являться первой причиной такого улучшения рыночных настроений. Также мы говорим о том, что мы продолжим следить за статистикой, безусловно, но в любом случае отчеты, которые будут выходить дальше, сегодня ВВП, я думаю, что эту статистику мы, скорее всего, проигнорируем, потому что она уже не отражает действительность. Нас интересуют уже отчеты, которые станут соотноситься с новыми экономическими условиями после того, как Англия стала самостоятельным и автономным государством. Отмечу, что помимо снижения процентной ставки, Банк Англии рассматривает возможность инициирования и программы количественного смягчения. Тем самым хочет стать еще одним регулятором, который поддержит девалюционные войны и, может быть, спровоцирует еще большую влатильность на финансовых площадках. Поэтому, в любом случае, долгосрочным трейдерам нужно прекрасно понимать то, что потенциал коррекции фунта с текущих уровней 1.50 до отметки 1.30 – это, скажем, еще не реализован. И вслед за поддержкой 1.30 мы сможем увидеть более глубокие уровни. Тем более, что еще до выхода данных, опять же, постфактум Брекзита, многие спекулировали на том, что фунт может потерять больше 30% собственной стоимости в перспективе 6 месяцев. Ну, посмотрим, как будут обстоят дела дальше. От длинных сделок я снова советую вам воздержаться. Мы видим то, что любой поход наверх чреват такой же резкой коррекцией. А фунт по-прежнему остается одним из самых влатильных активов. И мы должны понимать то, что в целом эта влатильность будет позиционно направлена на поддержание коротких сделок. Если и занимать позицию, то только на селл. Доллар японская иена сейчас торгуется на отметке 102.60. Уровень 102, как сопротивление, был пробит. Пара закрепилась выше. Соответственно, мы увидели продолжение роста. И вчера локальный хай даже на азиатской сессии претендовало на то, что американец сможет зацепиться даже за сопротивление уже 103 иены за доллар. Но пока эта цель, как планка, не покорилась американцу. Может быть, нужно дождаться больше статистики, либо получить больше поводов, которые будут указывать на то, что нет причины снова уходить в защиту. Из отчетов вчерашнего дня. Личные доходы и личные расходы. В целом, индикаторы не дотянули до оптимистичных прогнозных значений. Но все равно статистика неплохая. Она указывает на то, что восстановительный тренд на рынке потребительской активности сохраняется. Это готовит нас к тому, что ОВП в втором квартале будет лучше, чем в первом. Да и первый квартал уже объясняли как слабость исключительно сезонными факторами. Джанет Хиллен говорила о том, что во втором квартале экономика может показать рост больше 1%. И хочется, конечно же, закольцевать эту статистику на идею повышения процентных ставок. Но мы понимаем, что в конечном счете сейчас даже не статистика будет определяющей. А то, как рынок и глобальная экономика, ну и прежде всего Соединенные Штаты Америки переживут бракоразводный процесс Англии из ЕС. Если удастся избежать транслирования негативных последствий, то тогда мы первыми снова вернемся к идеям готовности американской экономики к ужесточению монетарной политики. И я думаю, что вперед даже нашего с вами такого снова бычьего настроя соответствующую динамику нам покажет американец. Главная идея, которой сейчас стоит оперировать торгой пары доллар-японская и иена, это все-таки, если нет паники на рынке и нет причин спроса на защиту, ожидание поддержки дополнительной со стороны японского регулятора, которые обещали нам расширить программу количественного смущения и снизить процентные ставки. Пока мы не дождались не просто даже таких серьезных изменений категории экономической политики, параметров экономической политики, мы не дождались даже валютных интервенций. Но, может быть, Банк Японии снова опасается, что USDY пойдет на тестирование поддержки 100, и вот где-то на этих рубежах в этот раз мы увидим вмешательство японского регулятора в ситуацию, что будет причиной резкого ослабления японской валюты и роста американцев. Вы должны в любом случае быть к этому готовы, самый лучший сценарий и возможность подготовиться к этому – это не занимать короткие сделки. Рассматривать только возможность покупки американца против иены с ближайшей целью 104-105 иен за доллар. Сегодня также в качестве интересных валютных активов хочу отметить канадца против доллара, в частности, актуальные котировки 1.2967. Мы снова чуть отступили от сопротивления 1.30, но сегодня в 15.30 по московскому времени выйдут данные по ВВП Канады. Мы вот уже с вами несколько недель настраиваемся на этот отчет и ожидаем слабую цифру. Если наши ожидания оправдаются, то даже вопреки восстановлению котировок нефти, канадская валюта отреагирует на это девальвации, что поддержит, опять же, наши ожидания того, что USDCAD должен торговаться гораздо выше отметки 1.30. Австралийцы против доллара 0.7417, новозеландцы против американца 0.7075 практически не отходят от рубежей, которые мы констатируем в формате каждого нашего эфира. То есть, по новозеландцу против доллара вчера была отметка 0.7067, сейчас пара торгуется на 8 пунктов выше. USDCAD 0.9801, здесь по-прежнему потенциал очень неплохой, дождаться паритета. Советую рассматривать возможность длинных сделок для тех, кто этого еще не сделал. Из важных событий сегодняшнего дня, как уже отметил, в 12.00 это данные по инфляции в еврозоне, смотрим за статистикой. Если снова наблюдаем снижение этого индикатора, тогда давление на евро будет усилено в разы. Тем более, что мы понимаем, что долгосрочный европейский валютный актив так и остается в числе аутсайдеров. В 15.30 ВВП Канады ждем, соответственно, слабый отчет и ждем давления на канадца. Кодовое слово на сегодня. Тренд, величина бонуса 15%. Действует он до следующего брифинга, то есть до нашего завтрашнего эфира. Не забывайте подписываться на наш канал на YouTube, комментировать видео и оставлять ваши лайки. Они имеют очень большое значение. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Удачной торговой сессии и увидимся завтра. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова